Такой, какой мы ее знаем, книга стала после того, как в древнем городе пергамент научились выделывать из кожи животных особый материал – пергамент. Листь пергамента сгибали пополам, и получались четыре страницы. Каждая четвертушка по-гречески называлась тетрадос, а все вместе они составляли тетрадь. Выбрали в разных ящичках и укладывали на специальную дощечку, мерстатку, набрали одну строку за ней, другую, вот и готова печатная форма. С помощью печатного станка можно было быстро размножить книгу в сотниках и даже тысячах экземпляров. Люди сразу же оценили новое изобретение. В разных городах одна за другой стали открываться мастерские, слушать книгу, а также есть сейчас электронные книги, которые также можно закачать с интернетом и пользоваться уже как бы новинками, книжными. Потому что бывает, к сожалению, не все новинки у нас бывают в библиотеке, передаваемое поколение к поколению. Самые первые библиотеки, я вам уже говорила, где появились ребята? В Древнем Египте. Да, в Древнем Египте, молодцы. Что было написано, я вам говорила, на дворце Фараона? А? Какое высказывание? Аптека? Аптека для души, да, молодец. Потому что, по мнению древних египтян, книги можно было сравнить с лекарством. 1936 года. Пушкин-Полтава, 1945 года. Издание. Чем знаменателе на этот год, ребята? Я хочу сказать. Да, совершенно верно, молодец. Посмотрите, ведь типографии печатали, издавали книги. Вот, пожалуйста, 1945 год. Ленинград, издание, Полтава. Белоснежка. Ну, не Белоснежка. Какое еще из произведений Александра Сергеевича? Белоснежка. Сказка о мертвых царей и о семи богатырях. Помните царицу, которая смотрела из зеркала? Смотрим дальше. Стрела и невод перед нами. Это селегушка. А как сказка называется правильно русская? Ван Стреюшкин и... Нет. Вспоминайте. Вы знаете. Царевна-лягушка. Правильно. Как сказка называется? Гадкие? Ученателу. Нет, ребята. Вот посмотрите, вот три сказки. Завюшкин-лезбушка, лиса и петух, ниже лиса и волк. А вот эта сказка? Слежка-лягушка. Нет. Гадкие? Ученателу. Лебеди, ребята. Чем больше человек прочитает хороших книг, тем разумнее, грамотнее, образованнее он станет. Еще раз хотела бы вам прочитать, что говорил Константин Паустовский. Человек, любящий, умеющий читать, счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Как одолела хворь, беги в библиотеку. А вдруг душа болит? Спеши, мой друг, туда же. Вот, ребята. Поэтому я вам желаю, чтобы вы почаще приходили к нам в библиотеку и были победителями страниц, как Сталин главный герой этого фильма.